Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо вам, что вы нашли нашего сына. Неизвестность, она хуже всего. В новостях рассказывают, что Лёвушку пытали. Это правда? Да. Я видел тело лишь мельком. Я думаю, вам лучше запросить подробный отчет у патологоанатома. Но это вы же нашли его. И нам очень важно знать ваше мнение. Лёвушка, не мучился? Думаю, что нет. Его убили выстрелом в голову. Простите. В таких случаях смерть наступает внезапно. Я думаю, он не успел ничего осознать. Думаю, он стоял, разговаривал. Кто-то подошел, выхватил пистолет, выстрел в голову, все. А почему вы уверены, что он стоял во время выстрела? Ну, может, не стоял, может, сидел. Какая разница? Так, разочное рассказывайте, Павел Михайлович. Будто сами присутствовали при этом. Почему сразу присутствовал? Просто из опыта. Ну, это уже не важно. Главное, что Лёвушка не мучился. Спасибо вам большое. Лёва, конечно, был еще тот. Но он наш сын. У вас есть дети? Да, тоже сын. Тогда вы нас должны понимать. Хоронить своих детей – это тяжело. Это неправильно. Каким бы засранцем он не был. Ну, что ж, давайте пойдем. Пойдемте. Спасибо. Еще раз спасибо. Ну, ну, ладно. Пойдем, пойдем. Простите нас. Простите нас. Пойдем. Спасибо, Паша. Спокойся. Пойдем домой. Пойдем домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аркаш, ты чего заходил? Чего хотел? Да что-то я это... Пашка, вылетел из головы. Не вспомню сейчас. Ну, я пойду? Давай. Да, Пашка, иди. ДАМИ. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Давно не виделись. Сколько всего случилось. Типография сгорела, люди погибли. Юр, прими мои самые искренние соболезнования. Гибель сына – это большое горе. Даже не знаю, что ты чувствуешь. Но надо жить, выживать. Поэтому я собрал вас, чтобы послушать, какие планы, что да чё. Чувствую себя как на какой-то... ...криминальной сходке. Правда, давай не идти не ближе к делу. Хорошо. Дело так дело. Я вот думаю... ...не возобновить ли нам наше старое доброе предприятие. Я куплю оборудование, найду помещение, организую всё. Что скажете? Я скажу, что в банкоматах сменили настройки. И то, что мы раньше печатали, уже не прокатит. Но принцип-то остался прежний. Банкомат по-прежнему проверяет только несколько признаков подлинности купюр. Так, нам просто надо узнать, какие сейчас проверяют, настроить оборудование и начать печатать деньги. Так? Так. И что дальше? Ну, раз схема рабочая, значит, можем работать. Что скажете, Рубин? Надо подумать. А ты? Да мне думать нечего, я сразу скажу, что нет. Ты умный мужик, Потапов. Поэтому я буду с тобой откровенен. Допустим, мы начали с Рубелем работу. И вдруг у нас возникнут маленькие проблемы. Тогда я должен буду прийти к тебе и сказать, Павел Михайлович, помоги. И к своей просьбе я присокупляю вот такой вот охрененный аргумент. Ты в своих университетах что изучал? Химию, физику и биологию. А в тех университетах, где я учился, главным предметом был курс, как заставить человека делать то, чего делать он не хочет. Я был отличником по этому предмету. Ты мне нужен. Ты нам нужен. Потому что ты создан для этого. Чертов ты криминальный гений. Ну давай откровенность за откровенностью. Если вы начнете снова печатать фальшивки, я об этом обязательно узнаю. И у вас будут не маленькие проблемы, а у вас будет одна, но очень большая проблема. И что это такая за большая проблема? Давай, не томи. Эта большая проблема, это я. Я узнаю, где находится твоя типография, и ты сядешь. И ты тоже. Смотри, как разговор повернулся. А ты чего такой смелый стал, а? Знаешь, сколько таких смелых и безрассудных пустил вниз по реке Скорли, вверх пузом? Без всяких там Херонов. Харонов. Чего? Ну, если ты про древнегреческого старика, то его звали Харон. Харонов. Ну, давай, давай, шмаляй, чего стоишь? Только знай, если ты выстрелишь, на стол начальника ГУВД ляжет подробная объяснительная записка обстоятельств гибели Копылова. За подписью трех свидетельств. Сколько раз мне мама говорила, не работай с ментами! Ни понятия у них нету. Ни стыда, ни совести. Честного вора в угол загнали, как крысу. А знаешь, что делает крыса, когда ее в угол загоняют? Ну, только на этот раз я стрелять не буду. Я тоже напишу бумагу на тебя. И ни одну, понял? Что скажешь? Ты не поверишь, он мне похрен. Рауф, извини, каждый защищается как может. Ну, ты не беспокойся, эта бумага всплыет только в том случае, если с нами что-то случится. Извини. А это по мою душу или по твою? По мою, уходи быстро. Ничего мне рассказать не хочешь? Может, чистосердечное? Нет. Хорошо, я тогда сам тебе все расскажу. Это ведь была та самая китайская бумага с керамической фабрики, так? Банкомат ты взорвал? Господи, поверить не могу, даже в башке не укладывается. А сейчас что, по-мокрому стал работать? Копылов зачем убил? Я его не убивал. Не убивал. А кто? Чего ж ты так ловко труп-то нашел? Просто Копперфильд. Чего молчишь ты? Я его прятал, но я его не убивал. Господи. Подожди. Это получается, ты что ли типографию взорвал? Ты? А ничего, что мы все там могли погибнуть? Ты взрывник фигов, а? Могли бы не погибли же. Сволочь ты, Паша. Вот ты кто. Ладно, черт с ними, с фальшивками, черт с ними, с банкоматами, с Копыловым. Ты еще хоть как-то могу понять. Но объясни мне, я не догоняю, зачем ты подменил результаты следственной экспертизы? Зачем? Я же вынужден был отпустить Мухина. Мухина, который стрелял в твоего ребенка. Мухина, который Андрюху твоего, единственного сына, сделал калекой до конца своих дней. Че, теперь с этой мразью заодно, да? Ракаш, ты, ты просто многого не знаешь. Я все прекрасно знаю. Про тебя. Гад ты. Паша. Ты предал меня. Ты предал всю нашу дружбу. Ты семью свою предал. Сына своего единства тоже предал. Ты в общем так, я тебе клянусь, я тебе обещаю, я тебя, Колесникова, Мухина, всех вас засажу. Вы у меня будете мотать по полной и хрен какая махнатая лапа тебя оттуда вытащит. Ты меня хорошо понял? Понял? До встречи в суде. И так, это Да пошел. Настал уже. 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 Какой друг. Настал уже. 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 Сколько? Настал уже. Настал уже. вывозят. Настал уже. 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 , Настал уже. Настал уже. Настал уже. Настал уже. Настал уже. Настал уже. еще выше. Настал уже. Настал уже. держи. , Настал уже. 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 В сожалению, я, наверное, с Рауфом поработаю еще. Слушай, я же поймаю вас очень быстро. Меня ты больше никогда не поймали. Ладно смеш ambit. Ты три раза ловил. Думаешь, четвертого не поймали? Слушай, зачем тебе этот Рауф? Ты же вроде собрался завязывать. Собираться-то я собирался бы. Тогда было ради чего. Сейчас. Сына убили, жена прогнала. Может вы помиритесь? Вряд ли. Как Костю похоронили. Она даже говорить не хочет со мной. Ты, что, твои вины в его смерти. Есть. Яблоко от яблони. Я обещал ей, что с Костей ничего плохого не случится. Слово не сдержал. Ладно. Мои парни никак не могут прокашляться от твоего газа. Может, их в больницу? Нет. Пройдет. Пусть хорошенько умоются. Дай им выходных пару дней. Ну, это само собой. Чего там так рвануло вдруг? Я не знаю. Может, у Мухина с собой взрывчатка была. От неосторожного обращения могла взорваться. Такое бывает. А может, кто-то подложил взрывчатку в мешки для денег? Не знаю. Я сам все лично проверял. Ничего лишнего не было. Все только самое необходимое. А значит, взрывчатка была у Мухина? Ну, так оно и получается. А он всегда хотел выглядеть, знаешь, как в кино говорят, как чертов гангстер. Зато сейчас выглядит. Несколько разобранный. Вон мне судмедэкспорты сказали. Извини за броневик. Да, ничего страшного. Отмоем потихоньку. Давай, будь здоров. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Чего читаешь? Мухин себя подорвал. Слышал. Загадочная история. Странная. Вы что, такой идиот, чтобы с бомбой в кармане в броневик полезть? Идиот. И подонок. Поэтому и получил по заслугам. Каждому свое. Угу. Это ничего не меняет. Ну да. Чего припёрся? Чего припёрся? Так мы ж вроде как это, переезжаем. Ну, вернее, Ленка с Андреем переезжаем. И? Ну, я же тебе обещал, что без тебя переезжать не будем. Ты как? Чего, грузчики нужны? Ну, да, нужны. Понял. Значит, на этот раз без тебя. Ты вот что мне скажи. А что ты тогда скорую не вызвал? Так она приехала, наверное, через двадцать, ты бы кровью истёк. Ну и хорошо, истёк бы кровью и сдох. Героически. И проблем бы тебе меньше стало. Ну да, точно. Проблем бы не было. Хорошо, в следующий раз так и сделаю. Мы опять без детского кресла поехали. Ну а зачем нам детское кресло? Тут он все, я вижу, взрослые. На самом деле мне только пять лет. Я просто выгляжу, как взрослая. Потому что читать умею. Не по слогам. Понял. Про элеватор все помнишь? Да. Давай повторим. Давайте. Значит, Мухин приказал тем двоим убить Костю заодно и меня. Почему, я не знаю. Они отвезли нас на пустырь. Перед тем, как убить, эти двое захотели меня. Дальше. Да. Значит, они потом поссорились, кто будет первым. Подрались. Тот, который поменьше, ударил второго. Второй хотел убежать. Но Мелкий взял пистолет и расстрелял его в спину. А Костя в наручниках бросился на Мелкого. И тот убил Костю. Потом он повалил меня на землю. Вот. Я за головой нащупала какую-то железяку, оттолкнула ногами и в спину ее воткнула. Вот. Дальше плохо помню, потому что я была в шоке. Правильно? Так, когда будешь рассказывать, не торопись, как будто ты вспоминаешь. Поняла? Так. А брат, печатки на пистолете? А, брат, печатки, значит, когда он меня повалил на землю, у него выпал пистолет, я его подняла, хотела выстрелить, но пистолет не стрелял. Почему? Не знаю, как... Ну, я не разбираюсь в этом. Вот. А потом я уже нашла железяку. Молодец. Главное, не бойся. Стой на своем, и все будет хорошо. Бабушка! Давай. Бабушка! Бабушка! Central, дастикли, пожалуйста. Бабушка! Ой, боже мой! Бабушка! Постося! Бабушка! Скажите! Спасибо! Спасибо! Аптечка моя! Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Давай? Ну... Держи. Аккуратно! Сейчас перехвачусь. Ребят, ну давайте чуть-чуть поживее, пожалуйста, да? Ну это же бесконечно будет, продолжим. А ты что здесь делаешь? Да вот приехал посмотреть, все ли у вас хорошо. У нас все хорошо. А вот теперь я вижу, что у вас все хорошо. У Аркаши был сегодня? Был. Он говорит, что это ты его спас. Правда? Да, преувеличивает. Как он себя чувствует? Он сказал, что сегодня грузить не сможет. Понятно. Лен, я тебе хотел рассказать. Ну, про все это. Ну, чтоб ты не думала. Если это, конечно, не поздно. И хоть что-то сможет изменить. Может, и не поздно. Я бы послушала. Это долгая история. А я не тороплюсь. Может, ты хоть грузчиком поможешь, а то они до ночи копаться будут. Паш, ты что стоишь-то, а? Давай поактивнее включайся. Смотри, сколько коробок-то. Так а что же мы все вот сразу из машины на дождь вытащили? Андрюха, где? Все, вымокл он. Вон, подай мне тебя. Давай поактивнее. Давай п one. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ